Ну что, всем привет, друзья мои! С вами канал GameMakers TV. С вами Марк, с вами Герман. Привет! Сегодня мы с вами записываем игру, которую мы записывали ранее. Записывали мы её без комментариев. Давным-давно. И сейчас мы решили продолжить это дело. Решили записывать игру растения против зомби. Я думаю, эта игра очень популярна. Многие в неё играют. Я думаю, нам стоит тоже вместе с вами в неё поиграть. Думаю, вам будет интересно. У нас, в принципе, уже много чего пройдено. В принципе, мы уже здесь достаточно прокачаны. Так, давай пойдём в сад и посмотрим, какие у нас там новые растения вылезли. Я так понимаю, если люди хотят посмотреть предыдущие прохождения, то это всё есть на нашем канале. Да, всё есть. А сейчас мы просто начинаем с того момента, где мы остановились. Поэтому, друзья мои, смотрите, прохождение, если вы ещё на мелких, так сказать, уровнях, это всё есть. А сейчас мы уже будем проходить на таком более уже достаточно хорошем уровне. Так, у нас новый, скажем так, остров или замок, или что это такое? Острозамок. Острозамок. Острый замок. Lost City. Посмотрим, что там ново. Так. One key. Открыли. Что там новое? Новые растения, новые зомби. Так, это, если я не ошибаюсь, что-то типа вулкана. Тут должно быть какие-то извержения не горящие. О, давай мы сейчас сначала попробуем пройти ежедневные. Миссии. Да, ивент миссии. Давай попробуем. Я попробовал пройти, у меня не получилось. Да? Серьёзно? Что у нас тут? Что у нас тут? Так, у нас тут капуста. Капустка, капустка. Так, ты играл раньше в эту игру? Ты понимаешь? Я достаточно давно играл в эту игру. Ещё когда у меня был четвёртый айфон. Четвёртый айфон. Сейчас у меня уже пятый, и я, в принципе, мало чего помню. Я так понимаю, тут кроме мороженого и капусты больше ничего не выходит. То есть здесь всё в ежедневных задания выходит случайным образом? Да, случайным образом. Вне зависимости от того, какого ты уровня и так далее. Да, абсолютно любое растение может выйти. Так, нам нужно замораживать более мощных, а слабых нам не обязательно замораживать. То есть вся суть вот этого задания в том, что его пройти сложно, потому что тут ничего не зависит от того, на каком ты сейчас уровне, да? Ну, я бы не сказал бы то, что тут он сложный какой-то. Он несложный, в принципе, нормальный. Ничего сложного, я так думаю, тут нету всё-таки. Так, давай посольниками накормим. Что даёт это? Ну, это даёт мгновенную смерть нашему противнику, у которого есть железная защита. Твою одну полосу уже пытаются пройти. Да, вот, поэтому нам нужно что-то уже делать. Вот, наверное, замораживать тех ребят. Вот так, да. То есть вот сейчас у нас уже все пошли такие мощные. Блин, вот не туда я поставил. То есть за их одеждой прячется... Там есть у них железная защита или нет у них железной защиты? Вот, то есть есть у которых без защиты. А мы можем применить спецприём, так сказать, и не обосраться. Раскидать все. А эти спецприёмы ты уже прокачивал сам или это даётся? Это при прохождении уровней просто случайным образом тебе даётся. Я понял, но то есть... То есть сейчас вот смотри, те растения, которые ты ставишь, они рандомным образом тебе выпадают, а вот эти вещи ты сам прокачиваешь спецприёмы. Да, 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 это уже мои. Всё понятно. То есть всё-таки есть у тебя преимущество сейчас от твоего... Так, мы можем заморозить всех. Но тут, конечно, заморозка не самый лучший способ играть, потому что все остальные твои противники ещё далеко, и ты не можешь атаковать капусту. То есть капуста у нас атака ближнего боя. Ну да, да, да. Растения ближнего боя. Ты можешь передохнуть, раскидать фасолинки всякие, капустки. Капустки-фасольники. Сразу такой. Так, 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 так. Давай. Давай-ка мы, давай-ка мы. Что же мы сделаем? Так, сейчас посмотрим. Железная защита. Нет, три полосы мы уже защитили, в принципе. Или нет? А, нет, вот же вот здесь. Так, 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 так. Вон там есть мощная полоса. Сейчас, подожди-ка. Сверху ещё одна мощная полоса. Что-то забыл про неё совсем. Нет, не жрите их. Не жрите их. Так, всё, окей. Мы, короче, с помощью спецприёма и с помощью наших монет быстренько прошли. Ещё не прошли, сука, сука. Всё. Всё, прошли. Теперь прошли. Быстренько прошли. В общем, спецприёмы тебя спасли. Да. В данный момент. Именно вот этот, такой более сложный. Вот нам дали. Угу. Два шокера, скажем. И одну семянку. И нам сейчас дадут новый костюм. Ух ты. И костюм заключается в... Хрен знает в чём. То, что он красный стал. У него глаза красные, наверное. Угу. Что-то мне так кажется. Я не помню, какой он стандартный облики. Так, давайте мы сейчас начнём уже проходить наши новые города. Ласт сити. Ласт сити. Что же там нового у нас? Интересно. Прокачивать мы сейчас ничего не собираемся. Да, мы сейчас просто проходим город. Угу. Вот. А потом уже мы, я думаю, начнём проходить уровни. Так, они тут о чём-то болтают. Пусть болтают всё на английском языке. Да, кстати, очень жаль, что эта игра не на русском. То есть, даже ПК-версии игры «Росене против зомби. Садовая война» тоже на английской версии. Поэтому, друзья, учим английский язык, записываемся на курсы английского. Он нам очень пригодится в жизни. Так, что же нам делать? Ну, давай сейчас мы выберем стандартный набор, какой я обычно люблю. Угу. Так, защиту. Горохострел двойной. Я сейчас не двойной выбрал. Двойной. То есть, он вот... Вот этот один. Угу. Одним горохом стреляет, а этим двумя горохом стреляет. Так, что у нас тут есть? Так, давай посмотрим-ка. Угу, угу, угу. Так, вишеньки наши. Вишеньки, вишеньки, вишеньки. И... Кого же еще? Кого же еще? И, наверное, мы выберем наш прокачанный... Прокачанный, прокачанный. Нет, даже знаешь, как мы, наверное, сделаем? Нет. Так, так, так. Арбуз возьмем. И... Замораживающий арбуз не будешь брать? Нет, замораживающий нет. Это даже не арбуз, это дыня. Угу. По сути. Переводится там, как дыня, да? Переводится, как дыня. Так, у нас вот шесть наших клеток какие-то... Каким-то узором сделаны. И что это такое дает, я не знаю. Сейчас мы это узнаем. Так, ну, тут получилось то, что я поставил наш подсолнух, и он сразу дал нам одно солнышко. То есть, возможно, это какие-то улучшенные... Не знаю, что она делает, если честно, без понятия. Так, пока что наши зомби идут, пока что мы их не убьем, у нас другие зомбаки не выйдут. Поэтому я их сразу не убиваю, а замораживаю. Стараюсь не трогать. Ну, то есть, они не сразу уходят. Если я их сразу убил, они бы сразу вышли. Угу. Мне кажется, не только. Может быть, там еще какие-то улучшенные, больше урон наносит и так далее. Может быть. Так. У тебя вон одна полоска. Да, я вижу, что с ним сделать. Я не знаю, что с ним... Давай, вот так вот сделаем. Сейчас он у нас должен быстро умереть, потому что он такой слабенький. Да. Чувачочек. Игра постоянно на динамике. То есть, постоянно надо... Постоянно надо что-то делать. Да, то есть, если ты где-то продеваешь, где-то остановишься, то уже пиши, пропало, конец, трындец будет. Ты пока не ставишь арбузов. Почему? Так. Ну, пока что я хочу оборону построить. Угу. Например, вот здесь вот. Потому что вот у них в голове... На голове у них ведро. И их не просто так убить. Теперь уже можно ставить арбуз. То есть, арбуз у нас... Мы его будем называть арбузом. Он похож на арбуза. Он ни хрена не дыня. Арбуз у нас... Сразу бьет три полосы. Угу. Вот. И его нам нужно ставить... Во вторую и... В четвертую полосу, скажем так. Так. Так, 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 так. Сделаем мы так. Вот. Она взрывается, вишенка, что ли? Да, вишенка она взрывается. Это такая... Мина. Мина-бомба. Нет, она не мина. Это бомба просто и все. Угу. Потому что... Она... Она взрывается сразу. Ну-ну-ну. Так, давайте еще поставим мы с вами... И шипы поставим. Вот. То есть, шипы я всегда ставлю перед орехом. Потому что они стоят на шипах. Пока что они кушают орех. Они умирают. Они умирают, да. Поэтому ставим орехи. И потом перед орехами ставим шипы. Так, сейчас он нас сожрет. Третья полоса пока страдает. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Мы сделаем так. Мы применили наш... Спирт-прием. Эвкалипта. Вот я так называю эвкалипта. Я не знаю, что это за рисок. Игра прям очень динамичная. То есть, такая... Это у нас самый первый еще. Ничего... Дальше больше. Тут динамики, можно сказать, почти нету. Вот. И это игра для любителей нервов. Да. То есть, ну все-таки мне интересно, что мне дают эти... Клетки, которые с какими-то узорчиками. То есть, мне кажется, это не только... О, мы получили новый персонаж. Ух ты. У тебя его не было. Нет, его не было у меня. Так, кто это у нас? Red Stinger. Что это Stinger? Stinger. Какой-то... Загуглите, ребята. Загуглить? Ты пока Stinger Red, красный какой-то Stinger гугли, а мы пойдем дальше. Давай. Так, так, так. Опять у нас... О чем-то они у нас болтают. Который мы ни хрена ничего не понимаем. Так, что у нас может делать Red Stinger? Stinger. Орешек. Орешек. Бомб. Так, 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 так. Мы давайте выберем... Мы давайте выберем с вами... Горохострела. И, наверное, выберем шипы у нас более такие слабые. И посмотрим, на что у нас... Переводится красное жало. Хрен знает, что за жало. Красное жало. Жало, жало, жало. Так, ставим сразу... Жалющее насекомое. Жалющее насекомое? Но это же растение должно быть. Жалющее растение. Вряд ли это, наверное, насекомое. Все-таки я не знаю, что умеют... Что умеют эти клетки, для чего они нужны. То есть, если только для получения... Для того, чтобы дать солнышко в самом начале. Вот и все. Что-то это не очень так вдохновляет, скажем. Так, давайте мы поставим, наверное, защиту вот сюда. Там мужчина на парашюте пытается к тебе пробраться. Там у нас зомбак с ведром к нам идет. Потому что его не просто так замочишь. Так, так, так. Как тебе вот эти жалющее растение? Так, пока что не пойму, но смотри. То есть, у нас... Как получается? Если мы его ставим ближе к подсолнухам, он у нас как-то стреляет, да, получается? Вот. А если мы его ставим подальше, он у нас... Что делает? Давай посмотрим. Если ближний был. Да, ближний, он их бьет просто, получается, да. Но так же быстро умирает. Да. Так, а давай посмотрим, что он сделает, если мы применить спецприем. Одну полосу только он берет. Полосу и то он... Не так сильно. Что он делает? И то не так сильно, да. Что-то он какой-то слабоватый, если честно. Ну, будем знать. Будем знать то, что... То, что он нам нафиг не нужен будет. Что-то он какой-то слабоватый. Зачем ты ставишь его тогда? Ставь двойный... Ну, я же хочу все-таки посмотреть. Может быть, там есть какие-то скрытые способности. Может быть, он все-таки классный пацанчик. Так, давайте, ну, продолжим уже ставить горох. Горошек, горошек. Горошек. Так, 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 так. Давай мороженое поставим сюда. Сюда горошек поставим. Шипы поставим. И посередине. То есть, бомба у нас сразу взрывает четыре полосы. Поэтому мы его все посередине ставим. И мы его не ставим. Потому что там шипы. Убираем шипы и ставим. Бомба. Все, нету. А те, кто на парашюте, тоже сдохли. Круто. Круто. Все сдохли просто. Все просто подохли от одной бомбы. Когда ты выкапываешь что-то, полностью все деньги тебе возвращаются? Солнышко. Нет, не полностью, кстати. Там как-то проценты. Да, то есть. В самом начале игры ты никакого процента ты не получаешь. А после того, как ты получаешь кубок возможности возврата своих денег, после того, как ты начинаешь, можешь вернуть свои деньги после того, как ты выкапываешь. Так, давай взорвем уже этих чуваков. И в принципе... Вот так вот сделаем. Говорим до свидоси. Биум. А, он умер до того, как ты применил спецбием. Ну ладно. Короче, это растение... В принципе, какое-то оно унылое немножечко. Ничего интересного. Горох лучше. В чем его особенность, я не знаю. Нужно его попробовать в более дальних клетках, что он делает. То есть, у него же три уровня. Он стреляет, бьет и вот третий, не знаю, он как-то был полностью закрыт. И цветок такой. То есть, это у нас цветок получается. Не овощ, не фрукт, а цветок. Цветочек. Жалящий цветочек. Жалящий цветочек. Какая-то ядовитая стерва. Ну, я думаю, мы сейчас ставить его не будем, да? А у нас сейчас свободный выбор. А, все, понятно. Так, это у нас... Кто это у нас? Интересно. На кого он похож, скажи мне? На грушу. На грушу? Нет, это не груша точно. Это... Груша тут есть, но... Она по-другому выглядит. Так, что с ним делать-то? Странная зеленая херня какая-то. И он ничего не делает. Давай поближе по бомбе поставить. На бомбу похоже. Да. Какая-то извергающая бомба. То есть, нам его нужно ставить поближе к нашим чувакам. И после него еще остается какое-то хримпомическое... Возможно, она тоже будет чуть-чуть поглощать. Да. Но оно исчезло. Наверное, мы сделаем вот так вот, короче. Сразу впереди все построим. Ой, что-то он прошел. Нет, не прошел. А, вот он сейчас сгорает. Давай, иди быстрее. Он у нас нижняя сейчас мощная. Так, иди быстрее давай, чтобы... Эх, он не дошел. Я хотел посмотреть, там утонет он или нет. Да, тонет, тонет. Но он не тонет, он просто... Ну, умирает. Да, плавится. Потихонечку он видишь, сейчас дойдет и сплавится. Да, все, понятно. Значит, все-таки есть эффект. Вон, видишь? Да, да, да. Отлично. Отлично, круто. Жалко, что только... А у тебя, получается, сейчас нет только такого овоща. Ну, пока нет. Вот, видишь, мы его сейчас прохожем. Я думаю, нам его дадут. Ну, прикольно, в принципе. То есть, тут наверху, слева, где пауза, мы можем ускорить нашу игру. Два раза. Ты здесь максимально ускорил ее. Да. Ну, два раза, получается. Наши зомбаки теперь могут к нам идти быстрее. Наши любимые зомбаки. Так. Что это у нас имеет, интересно? К ближнему бою. Пускай он проходит пока. Пока он дойдет, мы его убьем все равно. Так, сюда ставим. Угу. Нижние там тоже пытаются до нас дойти. Ну, они слабоваты-таки они не дойдут. Так, он прошел, пускай идет. То есть, ближних тоже ты поставил, дабы задние их больше мочили. Чтобы они там останавливались. Посередине которого сейчас вот эти красные зомбаки. Чтобы время тянуть. Ну, я его поставил, чтобы просто был. Я не понимаю, в чем именно прикол, когда они в таком состоянии. Может, у них защита больше. Я не знаю, в чем их преимущество. Нужно понимать. Ну, нужно почитать, понять. Так, так, не ешь. В принципе, вот эти вот груши мне нравятся. Не ешь нас. Такие вулканические. Да. Они прикольные в том, что они, во-первых, мочат большое количество зомби. И плюс они еще оставляют после себя лаву, которая их поедает. Причем неплохо поедает. А, смотри, что у нас может быть, я так понимаю. То есть, если мы ее сюда поближе ставим, вот эти красные цветки, то у нас, получается, он стреляет сразу двумя семенами или чем там, я не знаю, конечно. Двумя семенами. Вот. А если поближе ставить, то он только... Но при этом ты не знаешь, какой урон от этого. Да, то есть, я не знаю, конечно. Надо почитать. Будем читать. То есть, возможно, ближний бой даже сильнее в итоге получается, чем дальний бой. Да. Возможно, так. Тут нужен спецприем, братан. У нас подперли наши. А, сейчас мы посмотрим, какой спецприем у этого. А, кстати. Так, так, так. И... Он у нас... Он у нас просто становится мощнее, вот и все. Так, да, вот здесь. Нет, не мощнее, то есть, у нас целый полус просто сжигает. А, кстати, да. Круто, круто. Очень даже круто. Смотри, там сейчас... Крутоцкий. Крутоцкий. Сейчас они будут у нас идти и просто умирать. Давай еще один. А, они только одну полосу, да? Еще один. Да, он только одну полосу. Обращает. Вам, ханышки, так, давайте все подыхаем быстрее. Не ешьте нас, мы невкусные. Ну, лазер, конечно, вот этот какой-то слишком слабоватый. Слабоватый он, да. То есть, есть у фасоленьки свой лазер, у зеленого фасоль. Вот это мощный лазер, который всех просто на повал убивает. За секунды. А тут как-то он немножечко-немножечко и то. Зеленый фасоль. То есть, у нас есть красный фасоль, который от него наших зомбаков пучат, и они умирают. А есть зеленый, который стреляет своим каким-то реактивным глазом. Каким-то лучшим лазером. В принципе, интересно. Мы посмотрели, открыли новых персонажей. Так, то есть, два растения у нас. Да. Одно так себе, вот это вот красное жалющее растение. А вот уже... А грушу нам не дали, вулканическую. Это не груша. Ну, я буду называть грушей. Сейчас мы посмотрим, что это такое. А он... Нет. Вот он вот. А, мы его можем купить за... Это гуава. Лава гуава. Так, мы его купим за 129 алмазов. Которых у нас пока нет. Которых у нас пока нет. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Так. В принципе, ничего у нас тут нет. Берем наш стандартный пакет. Двойной подсолнух. Мороженку. Двойной горохострел. Орешек наш. Так, это же орех. Да, это орех. Грецкий орех это. Почему-то он мне казался раньше какой-то картошкой. Ну, это у нас горох. Не горох. Так, 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 так. Так, вишенку. Наши шипы. 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 И последнее. Последнее. Арбузик мы не взяли. Может быть этот? А я его не знаю. Лазер Бен. Ну, вот это есть фасоль. Это фасоль вот этот, да? Да, да. Ну, давай, давай. Он дорого стоит, конечно. Но арбуз дороже стоит. Ну, ладно, окей, посмотрим. Ну, арбуз дороже стоит. И мощнее при этом. И он берет три полоса. Только одну. Этот фасольник у нас берет только одну полосу. Полосу. Полоску. Опять, вот здесь почему-то уже в другом месте эти солнышки. Ну, они такие, я не знаю, нужно почитать, в чем прикол, да? Ну, в принципе, то, что если ты постоянно там, например, ставишь какую-то защиту, которая часто умирает, и каждый раз, когда ты ставишь, ты, можно сказать, окупаешь своего персонажа. Это прикольно. Да, возможно. То есть ты ставишь, и тебе даются за это монеты. Так, у нас идет зомбак с лопатой. И... Пытается. Нифига себе. Смотри, он его перекрыл просто. Так, ты. Давай кому-нибудь. Он сейчас, наверное, будет своей лопатой обороняться опять, да? Так, такой будет, ну, нормальный, интересный такой персонаж. Который кидает лопаты просто, ой, кидает наши растения. Получается, он их не убивает, а просто выкапывает, да? И перекидывает в другое место. Оу, смотри, что он, что ты творишь? Он сейчас пройдет. Так, мы его заморозим. Ух ты. Так, наши ворошитисты. Сплыли. Сплыли. Блин, он какой-то этот, сильный. Ни хрена. Вообще не дохнет. Так, ну ладно, давай. Он какой-то у нас сильный. Так, давайте. Таких надо мочить просто вообще. Ставим подсолнухи быстрее. Блин, что ты у нас... А, нет, все, все, окей, все, окей. Сейчас мы их сердце мочим быстрее. Наши подсолнухи быстрее. Ой, нет, не прошел, не прошел. Так, давай добавим наш этот и монетки побольше. Монет получим. Не монет, а солнышек. Солнышек получим. Так, здесь мы поставили. Вон, опять этот, с лопатой. Мочи его. Шипами. А шипы он, интересно, забирает? Да. Все забирает. Да, вот так вот сделаем его сейчас нашими вишенками просто... До свидания, мы скажем. Надо лопат вот этих в первую очередь мочить. И желательно сразу... Да. Будем... Чем-нибудь быть мощным. Ну, надо их замораживать, я так понимаю. Или взрывать. Вон, 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 с лопатой. Давай вишенку туда херой. Так, сейчас вишенку у нас еще готовится. Мы, наверное, вот так лучше сделаем. И лазером нахрен. Лазером нахрен просто, да. До свидания, скажем. И этих тоже с лазером до свидания, скажем. Ну, конечно, дает этот... Ну, он такой... Понервничать. Да. Вот этот... Зеленый фасольник наш. Вон, внизу, с лопатой, давай туда вишенку. Нет, не вишенку мою, а лазерку. Ну, да, можно и так. Минус вишенке, то, что ты на него тратишь 150... И он на один раз. Да, 150 солнышек. И он на один раз. Ну, да, в принципе, поэтому фасоль, она гораздо мощнее. И продуктивнее. И он сразу всех... А, кстати, да. Поражение несет всем. То есть, не переди, не ведущему. Очень интересный персонаж, я так скажу. Так. Ну, что мы, только фасольники будем сегодня использовать, я так понимаю. Ну, это прикольно. И давай ускоримся. Так, у нас четвертый день. Четвертый день. И мы бомбс. Чабов. Единственный плюс вишенки в том, что он поражает сразу три или четыре, да? Четыре, сразу четыре полосы. То есть, если у тебя везде много, а денег не так... Ну, солнышек не так много, то можно поставить вишенку. Нет, вишенка, знаешь, когда он нужен. Тогда, когда у тебя уже... Они подходят близко-близко. Ага, резко-резко тебе надо всех завалить. Да, когда тебе... О, мистер... Гифтбокс. Какой-то магнит. Магнитный ящик. Короче, этот магнит, он снимает железные ведра, железные, скажем так... Защиту. Защиту. Железную защиту он снимает с головы. Именно с головы. То есть, то, что у них на груди, он не снимает. Зомбак становится чуточку послабее. Да, то есть, зомбаки, которые с защитой в голове, они становятся слабее. Вот так. Мне понравился чувак, который с лавой. Вот он прикольный. Вместо... Гуава. Гуава, да. Гуава, да, прикольно. Я думаю, он даже хорошей заменой будет ореху. Так, ну, на сегодня мы, наверное, закончим. Да, друзья мои, было очень классно. Интересная игра, которая заставляет чуть-чуть понервничать. Друзья мои, с вами канал GameMakersTV, с вами Марк и Герман. Комментируйте, друзья мои, задавайте вопросы, мы обязательно будем на них отвечать. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Bye-bye, друзья мои. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok